Добрый день, уважаемые зрители! Стадион Отрада. Стадион в Отрадном приветствует вас на матче группового этапа турнира сборных. Третий тур под группа А. И у нас сегодня очень интересное противостояние. Сегодня сборная Северо-Востока принимает Запад. Запад, который в этом сезоне заметно преобразился. И начались, конечно, изменения с тренерского мостика. Руслан Ибзеев, являющийся самым титулованным тренером в ЛПЛ среди сборных, который семь раз, если я не ошибаюсь, выигрывал чемпионат Москвы. А в финалах четырех было того больше со сборной Запада. Последние сезоны не может похвастать удачной работой с командой. Очень давно Запад не играл в финале, а в прошлом году не играл и в финале четырех. Решение, наверное, назревало. Ну и вряд ли кого-то удивило, что вместо Руслана Ибзеева подхватил упавшее желто-зеленое знамя сборной Запада. Никто иной, как Дмитрий Смирнов. Главный тренер футбольного клуба «Барс», главный тренер сборной России. Ну и, если уж совсем быть педантичными и подробными, создатель и руководитель любительской футбольной лиги. Соответственно, сборная сразу же стала выглядеть, скажем так, по-смирновски. Она сразу стала узнаваемой. Ну, вернее, узнаваемым Запад был всегда, а вот сейчас узнаваемым именно, что тренер у команды Дмитрий Смирнов стала команда. Ну и очень уж эта сборная сейчас напоминает проект, другой проект Дмитрия Смирнова, сборную России, которую он возглавляет по кадрам, по всему. По стилю, по подбору игроков и по многим нюансам я о них расскажу. И, в частности, начну рассказывать, когда буду объявлять составы. Ну и хозяев тоже не стоит забывать. Сборная Северо-Востока под руководством Владимира Коркина. В прошлом году играла в финале четырех, играла в финале турнира сборных, вела со счетом 3-1 у команды Востока после первого тайма, но удержать преимущественно не смогла. Правда, уже не играет за Северо-Восток Александр Филимонов. Если вспомнить финал четырех, то, наверное, мнение разделится к лучшему это или к худшему. Ну, а сейчас уже игра готова стартовать. Свисток прозвучал, и давайте о составах команд. Северо-Восток играет в темно-синих футболках с белыми вкраплениями и с темным низом. Состав у команды следующий. Ворота, кстати, справа на ваших экранах. Илья Ильин защищает ворот под первым номером. Полевые игроки в обороне. Справа налево играют Максим Кирсанов, Юрий Недашковский и Михаил Шишкин. У Кирсанова номер 7, у Недашковского 14, у Шишкина 4. В опорной зоне действует под шестым номером Кирилл Терентьев. По краям Тимур Хаджимурадов. У него 13-й номер расположен в нашей схеме справа. Но вот я вижу, что пока он слева располагается. Футболист, который немало на Западе поиграл. Он с первого момента и Сергей Фаустов в фирменном стиле, в акробатическом этюде, там наносил удар после скидки Михаила Меркулова. Но в створ ворот не попал, хотя там расстояние-то было небольшим до ворот. Александр Кукано сыграет по 12-м слева. И Игорь Фомища по 10-м номерам на стрель атаки. Так вот, Тимур Хаджимурадов за Мегатитан выступал еще в прошлом сезоне. Играл за сборную Запада, правда, если я не ошибаюсь, Хаджимурадов не привлекался, но имел возможность быть привлеченным. Что касается сборной Запада, то состав следующий. Ворота защищает голкипер, которого не так часто вообще в Москве видели. И видели в основном, когда здесь сборная России собиралась. Потому что он из старого Оскола приезжал и боролся за место голкипера. Пробился в сборную. Поехал на Миневру в Хорватию. Вот этот человек на ваших экранах. Речь, конечно, о Денисе Коршикове. И даже забил там гол. Выйдя всего лишь на один тайм, вышел в матч из Чехии. После первого тайма сборной России уступало 0-2 в четвертьфинале. Денис Коршиков вышел на один тайм и достойно отыграл. Забил гол, пропустил, но пропустил, находясь практически в центральном круге. Сам уже в концовке забили чешские футболисты этот мяч. Который, в общем-то, и стал окончательно определяющим. Ну и Денис Коршиков действует в такой манере, в манере, в которой часто играют футбольные вратарии. Много он играет ногами, выходит из ворот, любит к центральному кругу выходить. Вот я сейчас специально смотрю, за Барса в этом сезоне в чемпионате Денис Коршиков не играл. И в Риге чемпионов не играл тоже. Я совсем недавно его видел в заявке в Кабарс, поэтому и не удивился, что Коршиков сегодня здесь. Но вот когда он был заявлен, сейчас специально уточню. Ну, может быть, это было сделано как раз под сборную. Ну нет, Коршиков уже давно висит в заявке, судя по всему. Значит, просто раньше я не обращал на это внимания. Хотя, честно говоря, вообще не вижу, чтобы было отмечено в профиле в Кабарс, когда был заявлен голкипер. Ну, не суть важна, на самом деле. Давайте к составу все-таки желто-зеленых. Вот интересно, что... Хотел сказать, что два защитника расположены по краям о Коршиков между ними. Просто не отмечен Александр Куксов, который играет под шестым номером в центре обороны. Вот он сейчас с мячом. По краям у него Алексей Платухин, второй номер и номер четыре Евгений Маришин. Максим Ковальчук в опорной зоне, капитан сборной Запада. Седьмой номер. Поздравляем Максима с победой его молодежной сборной, которую он уже много лет возглавляет. И в отличие от Руслана Ибзеева, команду не покинул. Михаил Меркулов по двенадцатым номерам играет чуть выше. Валерий Лиховабенко под одиннадцатым еще выше. Сергей Фаустов номер девять на острее атаки. Запасных буду представлять по мере их выхода на поле. Единственное, отмечу сразу, что у сборной Запада в наличии сегодня и Константин Головской, и Алексей Медведев. Очень известные футболисты по меркам России, а не только по меркам любительской футбольной лиги. Да, в профессиональном футболе поиграли немало. Но это, в общем, уже не для кого не новость и ни для кого не секрет. Сборная Запада, после того, как я возглавил Дмитрий Смирнов, очень уверенно идет по групповому этапу. По этому сезону одержаны две победы. Со счетом 9-2 в первом туре был переигран Юго-Восток, аутсайдер группы. И со счетом 3-1 была обыграна восточная сборная. Так вот, Северо-Восток не может пока столь успешным выступлением похвастать. В первом туре мне довелось работать на этой игре. Северо-Восток Востоку уступил в ремейке финального матча чемпионата сборных, но уступил со счетом 0-1. Ну и затем Юго-Восток был счетом 3-1 обыгран. В общем, вся борьба еще впереди. Но сегодняшний матч определит следующее. Будет ли Запад участвовать с Востоком и Северо-Востоком в дуэли за место в финале 4-х на троих? Или же Запад сформируется в качестве лидера этого квартета? Ну а Восток и Северо-Восток будут уже между собой разбираться. И матч на Востоке в втором круге тогда, скорее всего, окажется решающим. Ну пока начало ровное. Момент был голевой у сборной Запада, когда не попал Фаустов. Были шансы у Северо-Востока, но такие полушансы, пока Коршков уже в игру вступал. И не только пасуясь с партнерами, обыгрываясь ногами и разворачивая атаки. Нет, уже и кулаком ему отбивать мячи приходилось. Штрафной удар Запад зарабатывает. Сергей Фаустов и Евгений Маришин у мяча. Именно об этом подсказывает Дмитрий Смирнов. Маришин это левая нога, Фаустов правая. Ну вообще точка для Евгения Маришина. Конечно, хотя Сергей Фаустов, в общем-то, человек, который с любой точки может пробить, опасно. Так что посмотрим. Требует Дмитрий Смирнов, чтобы на штанге шли футболисты и активно создавали бы там движение. Вот может быть как раз не хватило кого-то на штанге после удара Маришина. Здорово здесь все увидел Илья Ильин и без проблем мяч забрал. Ну, вернее, перевел на угловой, а угловой опасно мне вышел. Барс владеет таким территориальным преимуществом. Кстати, еще я представил, что под 11 номером Лихобабенко играет, но это нас ввели в заблуждение. Под 10 действует Валерий. Думаю, что немного дискомфорта мы вам этим доставили. Ну что ж, 7,5 минут сыграно. Можно сказать, определенная разведка закончилась или нет. Пока не похоже, чтобы команды собирались форсировать события. Пока никто никуда не спешит. Зачем спешит Запада, у которого 6 очков и которого ничья на выезде в этом матче. По большому счету, наверное, если не устроит, то удовлетворит. Что касается Северо-Востока, то ему очки нужны очень. Особенно в качестве бонуса, поскольку сборная Востока уже проиграла в первом круге сборной Запада. Очки Северо-Востоку нужны, но форсировать события зачем? Форсировать события против Запада опасно. Форсируя события, можно все потерять. Даже просто если взглянуть на эту сборную, вот то, что мы видим сейчас на поле, по большому счету, можно озаглавить сборной России и Платухин. Да, Максим Ковальчук не играет уже в сборной России, но он был ее капитаном и капитаном на двух мини-евро, между прочим. Ну а все остальные действующие футболисты сборной, и Куксов, и Маришин, и Меркулов, и Лихабабенко, и Фаустов. Также в сборную вызывался Константин Головской, который в запасе. Ну а Евгений Романов, Сергей Харламов, Константин Казаков и Алексей Медведев, также присутствующие, сегодня являются кандидатами в главную команду страны. Я думаю, что ближе к ней даже как раз люди, которые не Барс представляют в ЛФЛ Москвы, а Портер Евгений Романов и Алексей Медведев. Но они на Кубке России играли как раз в составе ФК Барс. Что касается сборной Северо-Востока, раз уж я представил запасных Запада, представлю и их, Вячеслав Пролетов, Александр Асотин, Дмитрий Колдаев и Лаша Медашвили. В запасе у Северо-Востока, у Пролетова пят номер, Асотина третий, Колдаева и Медашвили мы по ходу дела будем разбираться, потому что они только что отыграли за молодежную сборную. И на момент, когда мы протокол заполняли, еще не знал тренерский штаб, под какими номерами будут эти ребята выступать. Ну, для Дмитрия Колдаева не впервой играть за сборную Северо-Востока, за взрослую сборную после матча за молодежку. Коршиков тоже события не форсируют. Ну вот Куксов пошел, остался Максим Ковальчук в центре, но особо удачный дриблинг не получился. Правда, почему-то не подобрал мяч. Футболист Северо-Востока, и там оказался Алексей Платухин первым. Платухин, кстати, за Легион играл. Он давно ушел как раз в Атланте от нас, мы его хотим вернуть, вон второй номер в желтом. Вынос Ильина, вроде бы цепляется там за мяч Куконос, но играть не точно. Да, можно констатировать, что вот не знаю, почему так происходит, но просто очень часто ошибка в протоколах, что путают флангами. Особенно полузащитников тренера. Ну вот действительно Куконос играет справа, Хаджимурадов слева. Ну это и, в общем-то, логично. Набирает Северо-Восток скорость в атаке, но ничего толкового не выходит. Здесь Куксов на Ковальчука. Ковальчук посмотрел, никого нет, потащил мяч вперед, сыграл на Али Хабабенко. Валерий бьет с левой ноги, это всегда опасно, но не в этот раз. И в этот раз удар плотным не получился. И мяч ушел мимо ворот. Сергей Фаустов покидает поле крупным планом на ваших экранах. И вместо него Алексей Медведев в игру вступает. А Ильин снова выносит мяч вперед. Здесь хорошо Фомич зацепился. Забивной нападающий Игорь Фомич. Представляет он Герту Отрадное. И в недавнем матче Еврокубков против северной команды МЗКП Фомич оформил хет-трик. Другое дело, что его команда уступила со счетом 7-6. Тимур Хаджимурадов предлагает своим партнерам сейчас наладить контроль и поддержать мяч. Тяжеловато это будет сделать. Барс, путаю сразу же, да, это оговорка, которая для всех опасна. Скажем так, ловушечка такая расставлена. В матчах, когда Дмитрий Смирнов тренирует не футбольный клуб Барс. Именно так озаглавить его команду. Да, здесь сборная Запада. Команда, которая сама мяч любит, умеет держать. И, главное, играет так, чтобы держать мяч по максимуму. Видите, какой сейчас пас наладили бразильцы. Почему нет? Ведь именно поэтому форма была сделана в желто-зеленых цветах. И когда на улице не так холодно, а у нас, надо сказать, похолодало еще вчера, Так вот, когда на улице не так холодно, сборная Запада играет в желтых футболках с краплениями зеленого, синих трусах, такого голубоватого даже цвета, и белых геттерах. Ну, соответственно, сходство практически полное. Разве что нет Халка. Фомич. Здесь Кирсанов. Падает в Куксова. Мяч отскакивает к защитнику сборной Северо-Востока, но упускает он за боковой мяч, не сумев справиться с управлением. Александр Куксов ищет варианты впереди, но находится только вариант за его спиной. Денис Коршиков. По тому, как проходит первая половина первого тайма, она уже завершается, трудно представить, что голов будет здесь много. Ну, и в четырех играх, которые эти две команды провели на двоих, в турнире сборных, только раз был пробит известный фэлловский букмекерский верх, пять с половиной, голов, когда Запад 9-2 у отцедера группы выиграл. Ну, а Северо-Восток обе своих игры скромненько провел. Запад у Востока тоже выиграл с счетом 3-1, как я уже говорил, четыре мяча было забито. Вот здесь момент у Медведева, пытаясь через себя ударить, но нет, здесь, конечно, он не ударит, Недашковский не позволит. Фомич зацепился за мяч, не было там нарушения против Куксова, бросает Фомич Куконоса по флангу. Вот сейчас Куконос слева оказался, Хаджимурадов справа, а мяч от Куконос с предела поля покинул, и удар от ворот. Максим Ковальчук отработал свой отрезок, меняется, и вместо него Константин Казаков на поле появляется. Один футболист футбольного клуба «Барса» заменил другого, но есть замена и у Северо-Востока. Здесь Тимур Хаджимурадов уступил свое место на поле Вячеславу Пролетову. Куксов на Меркулова. Тот не очень удобную передачу делает на Платухина. Но Алексей добегает. Не оставил Дмитрий Смирнов без комментариев действия своего подопечного, который с, можно сказать, молодых ногтей в «Барсе» играет. И снова «Барс», хочется сказать, а на самом деле сборная Запада на половине поля Северо-Востока раскатывает, уж точно, по-барсовски мячик и никуда не спешит. Мяч потеряли, Дмитрий Смирнов недоволен, но еще надо выйти с Северо-Востока с своей половины поля. Очень непросто это сделать. Вообще Северо-Восток играет в такой минималистичной манере. Уже не первый раз я на это для себя обращаю внимание. Играет в футбол, ну, если не оборонительный, ну, в этом матче понятно, а в целом, если даже его не назвать оборонительным, то, по крайней мере, очень компактный и внимательный футбол демонстрирует эта сборная. И никогда не пытается зрелищность во главу угла поставить. От того, матч Северо-Востока зачастую проходит, ну, если уж по высшим меркам оценивать, то скучновато. Хотя, с другой стороны, веселье или скучность, событийность или отсутствие событийности никогда не являлось критерием качества. То есть в определенной мере косвенно, да, но знак тождества между большим количеством событий и качеством поставить нельзя. Алексей Медведев сейчас так подумал показать арбитру, что мяч попал в руку защитнику. Ну, конечно, пенальти такого не будет. Здесь Кирилл Терентьев налево играет. Михаил Шишкин, опытнейший футболист, один из лидеров сборной Северо-Востока. Прошел по флангу, делал прострел, не прошло. А Михаил Меркулов, я вижу, там показывал замену, по-моему. Надо ему передохнуть, подышать. Посмотрим, появится кто-то сейчас на поле. Нет, возможно, просто не увидел еще Дмитрий Смирнов. А здесь Игорь Фомич перестарался, спалил. Алексей Платухин покидает поле, не Меркулов пока. И вместо Алексея Платухина на поле Сергей Харламов. Поэтому вот сейчас, если бы еще Медведева не было, а был бы Фаустов, ну и если Коршукова брать, как футболиста Барса, за который он еще не играл пока, но есть заявки. Так вот, если вот так вот посмотреть, то футболисты футбольного клуба Барс и Медведев на поле. Ну, а если вспомнить Кубок России, где Медведев играл за футбольный клуб Барс, можно сказать, что на поле только футболисты Барса. Кстати, вот вопрос Коршукова на самом деле интересный, потому что понятно здесь тренерское видение, понятно здесь по регламенту все верно, ничего не нарушено. Удар здесь состоялся по воротам сборной Северо-Востока, но Медведев в створ не попал. Но насколько действительно логично вызывать в сборную галкипера, который не играл за командой своего округа, хоть и заявлен. Вот, кстати, здесь я бы, честно говоря, ввел бы определенные ограничения, что ли. Игрок не только должен быть с заявки, но и заигран должен быть. Причем, возможно, это как-то в процентном отношении от игр команды за сезон должно выражаться. Ну или хотя бы просто какое-то количество матчей должно быть проведено, потому что мало ли бывает всякое. И травмы, и так далее. Ну или сделать вот эту квоту, эти ограничения висит для тех, кто первый сезон в команде, чтобы они действительно что-то сыграли за клуб. Вот для них, может быть, процентное соотношение проведенных матчей к пропущенным должно быть каким-то 50, например, чтобы человек мог играть в сборную. А если он уже второй сезон в команде, или там провел больше года, тогда, пожалуйста, тогда все как угодно, уже все знают, что ты представляешь этот клуб. Ну вот по мне Денис Коршиков в сборной Запада, это вызывает некий у меня когнитивный диссонанс, что ли. Опять же, мои проблемы исключительно. А здесь Алексей Медведев открывает счет на 21-й минуте поединка. Достаточно просто все было разыграно, и форвард сборной Запада выводит вперед свою команду. Вот единственный футболист, кто был в ФЛ Москвы. За Барс не заявлен как раз, и так что здесь в качестве футболиста Портера из тех, кто был на поле в этот момент, вот он и забил. Да, ну и сразу же замены. Евгений Маришин уступил поле своему тезке Романову. Место на поле, на лем-фланге обороны. Евгений Романов тоже, как и Медведев, представляет ФК Портер в западной премьер-лиге, но при этом... Но при этом... Здесь будет момент по мячам? Нет, здесь он подтолкнул спину Кукса, недоволен Владимир Коркин. А, нет, это даже, по-моему, Иван Кара там возмущается. Вот сейчас точно Иван Кара возмущается. Ну, такой фол неочевидный, и тем не менее. Вышел Константин Головской на поле, он заменил как раз Михаила Меркулова, который замену просил, как мы видели, несколько минут назад. Интересная коллизия, да, с Медведевым и с Романовым. Вот Медведев не играл еще в прошлом сезоне в ЛФЛ, а Романов играл, начинал сезон он в Портере, заканчивал в Мегаполисе. Максима Ковальчука заканчивал на Западе. Он был отдан в аренду Мегаполису, чтобы команда не покинула западную премьер-лигу, потому что Портер, который выступал-то на северо-востоке, здесь Портер еще до конца сезона принял решение, что он переезжает в Западную Лигу, и ему важно было, чтобы Мегаполис сохранил свое место, потому что с Мегаполисом команды объединились, от Мегаполиса остались Максим Ковальчук и пара игроков, в общем, рожки до ножки. Ну, а Портер полноценный состав практически перетащил в Западную премьер-лигу, и получился очень интересный сплав. Да, появился Медведев, появился сейчас, например, еще Денис Локтионов, или как он там будет по-корейски. Я, наверное, к Евгению Якубеву надо обратиться, я наверняка не знаю и не помню. Ну, человек, который в сборной России пробовался при Олеге Ивановиче Романцеве. Ну, и вот те футболисты, которые представляли, я сказал, за Портер Романов сплавил. Конечно, команда называлась «Стаут» в прошлом сезоне на северо-востоке, известнейшая команда. Футболисты, которые «Стаут» представляли, и несколько человек из мегаполиса образовали вот этот вот коллектив, который, наверное, на данный момент борется за чемпионство. Ну, а Медведев забивает, конечно, просто фантастическими темпами. Сергей Фаустов появился на поле, и он Медведева заменил. А здесь Казаков не сумел мяч сохранить, пошла контр-атака. Фомич налево. Не успевает куконос к этой передаче. Ну, действительно, Фомич не лучшим образом. Но в этом моменте сыграл. Харламов бросает на Казакова, получает обратно. Если сборная Запада сегодня выиграет, она, конечно, еще не обеспечит себе выход в финал четырех, но сомнений останется все меньше. По сути, двух побед уже точно будет Барсу достаточно, а, возможно, и меньшего. Количество для выхода. Дальше. Фомич своей штучки демонстрирует. Троих обыграл, но Евгений Романов уткнулся. Правда, здесь футболисты Запада не лучшим образом сыграли, но им повезло. Мяч от куконоса все-таки пределы поля покинул, ушел в аут, и за пять минут до конца основного времени первого тайма Сергей Харламов вновь из-за боковой на своей половине поля мяч бросит. Бросит. Бросает далеко. Пробегает Лиховабенко, сделав обманное движение здесь уже Фаустов. Пытается разжаться северо-восток в контратаке, перехватив мяч, но даже в ней в меньшинстве футболисты в синей форме, и поэтому Кирилл Терентьев... А, нет, прошу прощения, не Кирилл, конечно, Терентьев, Вячеслав Пролетов, поэтому исполняет дальний удар. Вячеслав Пролетов, кстати, забытый представляет высшей лиги северо-востока. Ну и вот Лаша Медашвили. Под пятнадцатым номером он играет, отыгравший уже неудачный для своей команды матч за молодежную сборную. Вышел на поле, посмотрим, как он будет действовать. Интересно, что у Лаши Медашвили майка игровая надета на костюм, который по фасону и цвету полностью повторяет костюмы футбольного клуба «Барсы». Вот когда они рядом с Констином Казаковым окажутся, в поле вашего зрения, будет забавно. У обоих пятнадцатый номер и одинаковые абсолютно костюмы с тремя оранжевыми полосками, серые у них под эту форму надеты. Ну уж где Лаши Медашвили выдали его форму, я не знаю. Вижу, там только номер сорок пять на штанах. У «Барса» на штанах номеров нет. Кстати, из футболистов «Барса» только два человека сегодня играют именно вот в штанах от костюма. Еще Валерий Лихобабенко также. Вот сейчас Казаков ему отдаст как раз. И Лихобабенко набирает, ну, ход, наверное, нет. Смотрит, кому отдать. Грузит мягенько на Фаустова, но мяч не доходит. Илья Ильин его перехватывает. Лихобабенко, кстати, в шапке начинал эту игру, но, видимо, разогревшись, решил головной убор снять. Контроль мяча от северо-востока. Немножко судорожно, но, тем не менее, Терентьев играет направо, вернее, играет чуть назад, но это все на правом фланге. Михаил Шишкин будет стрелять штрафную. На ближнюю штангу должен был пойти Лаша Медашвили. Он не пошел вовремя. Так что, я думаю, даже пропусти Коршиков мимо себя. Этот мяч Медашвили бы не успел. Но и пойди он было бы непросто все равно. Романов на Куксова. Фаустов ставит мяч под удар, как он думал, своему партнеру. На самом деле, Юрию Недашковскому под вынес. Здесь Фаустов дорабатывает в обороне и фалит на пролетове. Тут же игра возобновляется. Уже после болезни жмут друг другу руки. И Северо-Восток пытается все-таки что-то придумать до конца первого тайма. Хотя у меня не покидает ощущение, что команда доигрывает первую половину. Правда, она в таком режиме весь тайм играла. Ну и в какой-то мере, отчасти, наверное, это было бы правильно сказать. Потому что, думаю, счет 0-0 бы сборная Северо-Восток априори устроила. Так вот, ничейку без игры команда бы, думаю, расписать согласилась. Тогда в противостоянии с Востоком уже просто победа выводила бы Северо-Восток на второе место. А не просто победа в два мяча. Вернее, в три даже. В два только помогло бы отстретить разницу. Беловской. Растягивать пытается сборная Запада своего соперника. Ну и, в общем и целом, это получается. Потому что, оказывается, на ударной позиции Константин Головской бил с носка, бил в дальний угол, не попал. Шанс был шикарный. Шанс был шикарный. И как-то так буднично Лиховабенко не забил. И момент сам казался более верным, чем исполнение в этом моменте. Максим Ковальчук вернулся на газон. Думал я, что только в втором тайме он появится. Но на последнюю минуту первого тайма он меняет Лиховабенко. Константин Казаков двигается выше. А Северо-Восток выигрывает борьбу на джиплане поле. Спрятаться за мяч через Шишкина играют. Почти вся игра через крайнего защитника. Левым защитником его сейчас язык не порачивается назвать. Потому что Шишкин и справа уже оказывался совсем недавно. Помним этот прострел на Медашвили, который Коршиков забрал. Ну и, наверное, во втором тайме жду я Дмитрия Колдаева на поле. Потому что его задор юношеский, его скорость, его отменная техника, его нестандартные решения. Наверное, то, чего Северо-Востоку не хватает. То есть команде не хватает изюминки сейчас явно. И этой изюминкой Колдаев может стать. Может не стать. Потому что для молодых футболистов игра вот такого уровня это всегда в определенной степени рулетка. Насколько будет себя чувствовать хорошо. Насколько уверен будет в себе. Насколько себя проявят. Насколько сможет войти в игру. В конце концов. Но что-то менять Северо-Востоку нужно. Потому что в таком режиме западный удар его просто задушит. Фаустов пытается раскрутить Недашковского. Практически удалось. Но не стал рисковать и разворачиваться в центр Сергей. Основное время первой таймы стекло. Наверное, последняя атака Запада. Фаустов стреляет с фланга. Он и пробить оттуда мог. Опять недовольный в штабе Северо-Востока. Считаю, что было нарушение правил. Но команда бежит в атаку. И вроде бы быстрая атака. Смотрите, 3 в 4. Запад и атаковал большими силами. И успел сжаться. И на своей половине поля оказаться. Денис Коршиков вступил в игру. Пару ударов отбил. Которые летели в него. И все. Денис Коршиков без работы. Ну и на этом мы будем первую половину встречи завершать. Давайте отдохнем. И встретимся после перерыва. Стартовала вторая половина на стадионе в Отрадном. Где сборная Запада после первого тайма с счетом 1-0 у хозяев поля выигрывает. Единственный гол на 21 минуте забил Алексей Медведев. Хорошо разобравшийся в штрафной хозяев. Ну и тем сейчас нужно добавить. Так вот по первым секундам кажется, что собираются темп увеличить футболисты Северо-Востока. Будем надеяться. Потому что в первой половине такая усыпляющая игра уже шла. Ближе к концу тайма. Ну и в целом небыстрый футбол. Команды демонстрировали. А когда в таком небыстром футболе еще и забивает фаворит. Ну да, все-таки сборная Запада. Даже если на имена обратиться это фаворит. Ну какая еще команда выставляет футболистов известных в масштабе. Действительно российской премьер-лиги столь хорошо. В таком количестве. Тут и Валерий Лихобабенко, который за Анжи играл. И Сергей Фаустов, который был в Ростове. И Алексей Медведев, который долго играл за Сатурн, Сибирь и Рубин. Ну и Константин Голоской, который еще в 90-е годы блистал у Олега Романцева. В Спартаке, потом в Динамо. А затем еще и был лучшим игроком чемпионата Болгарии. Два капитана сошлись в воздухе и столкнулись. И причем Кирилл Терентьев, которому досталось побольше. Именно он нарушил правила на Максиме Ковальчуке. Евгений Маришин будет своей левой заряжать. Бьет в сторону ворота. Илья Ильин достает мяч из сетки там за забором. И будет водить его в игру. Вот так вот на Михаила Шишкина. Его никто не перекрыл. Правда, Фаустов уже доработал. Но Шишкин разобрался. И классная стеночка с Хаджимурадовым. Что Шишкин сейчас придумает? Но он там в окружении двух-трех соперников. Делает навес просто, но, наверное, правильно. Штрафной Маришин играет в воздухе. Но Северо-Восток цепляется и бьет. Куконос по воротам. Удар блокирован. Северо-Восток в позиционной атаке. Северо-Восток, да, по заведении погорячее. Сейчас смотрится. Ребят, простых моментов. Но не поинтереснее Запада. Потому что Запад по-прежнему играет со сознанием собственной силы. Играет в контроль мяча. Играет уверенно. Позволяет себе вот такие вот диагонали, как от Евгения Маришина. С такими вот ударами слета, как от Валерия Лихобабенко, который с Михаилом Шишкиным. Тоже футболистом очень опытным. Успел перекинуться парой слов. И заулыбались оба. Выжимает очень хорошо сборная Запада. Северо-Восток со своей полной поля. Посмотрите, еще 3 секунды назад команда была на 30-40 метров дальше от своих ворот. И ближе к воротам Запада. Но уже приходится под прессингом выходить назад. И в итоге еще и ошибка. Правда, мяч не потеряли. Лаша Медашвили здесь отработал. Терентьев. Терентьев легко узнать не только потому, что он играет без термобелья, но также еще и Михаил Шишкин играет. Терентьев легко узнать по салатовым перчаткам. Они очень сильно выделяются. Не бросаются во глаза. Вот сейчас Терентьев с мячом. Получает обратно. Вот так же Запад катал в первом тайме. Но все-таки видно, что больше энергии и усилий приходится Северо-Востоку прикладывать, чтобы этот контроль сохранять, потому что соперник активен в отборе. Сборная Запада, да, может заманить на свое половину поля, но затем включается. И сразу же включается несколько футболистов. Ну а по сути вся команда. И очень трудно становится контролировать мяч соперникам. Ильин думает, кому ввести. Длинная, но короткая, да, там нереально было сыграть. Проигрывает Куконос Воздух Маришину, но здесь сцепляется Медашвили. Медашвили достаточно активно вышел. Заметен он на поле. Колдаева пока нет. Но у Колдаев заявку включен. Но я не исключаю, что, может быть, попросил не играть. И не выйдет в итоге на поле сегодня. И на скамейке его запасных, может быть, нет. Мне отсюда просто не видно из комментаторской позиции, из комментаторской кабины. В любом случае, как только Колдаев на поле появится, я вам сразу скажу, да его и узнать легко. Белокурый, невысокий, техничный, быстрый. Здесь показывает Алексей Платухин, что в руку мяч попал, когда блокировали его удар, но нет. Пенальти здесь никакого нет. Александр Куксов. Длинная передача. Кирсанов старателен, но мяч у Запада. Какой-то сумбур пошел. Кто в этом сумбуре выйдет победителем? Победителем уходит более классная команда. А все-таки сборная Запада классом повыше. Валерий Хабабенко, ну, не перекидал же Ильина, да, наверняка на дальнюю штангу. Играл на Алексея Платухина, но не вырезал. Хотя со своей левой ноги он передачу отдавал. Ну, а сейчас Илья Ильин опять будет играть длинную, потому что коротко разыгрывать не дает. Запад к Фаусту выдвигается Валерий Хабабенко, и они готовы на передачу выброситься и перехватить, или максимально затруднить выход из обороны. Ну, и в итоге делать все то же самое, отнять мяч. Штрафной на половине поля Северо-Востока заработал. На половине поля Запада, конечно, заработал Северо-Восток. У мяча Вячеслав Пролетов, который, как появился, пока поле больше не покидал. Под левую ногу лежит мяч, под левую ногу Пролетов разбегается. Но не бьет, а грузит. Ну, Коршкову таким, конечно, не забить набросом. Ну, и на партнеров не сыграл. Но вот здесь Пролетов здорово играет под Катей, очень чисто за счет видения игры. Все правильно сделал. А вот здесь пас с пяткой, потому что просто давать больше было некуда. Это пас с пятками, но там только Евгений Моришин. А здесь ошибка какая? Коршиков фалит. И это не нарушение правил вообще. Евгений Воробьев... Ну, не Евгений Воробьев, конечно, прошу прощения. А Климов, Алексей Климов сует эту встречу. Арбитр показывает, что... Что? Что Вячеслав Пролетов симулировал? Почему нет карточки? Если Вячеслав Пролетов симулировал. Если это был фолл, то это, безусловно, такая, скажем, оранжевая карточка для Дениса Коршакова. Там при желании можно было, конечно, натянуть и придумать, что... Что еще кто-то мог спасти, но... Скорее бы это была красная. Алексей Климов посчитал, что фолла не было. А Сергея Фаустова меняет Алексей Медведев. Сейчас Климов идет успокаивать тренерский штаб сборной Северо-Востока. Да, видим мы с Владимиром Коркиным. Он разговаривает. Владимир Коркин уже на севере. В этом сезоне был дисквалифицирован. И не имел права находиться на стадионе. Илья Ильин там решил без суди поиграть, но этого делать не стоило. Возвращает свистком мяч назад. Климов. Теперь еще и Иван Укара объясняет что-то. А, кстати, вот Дмитрий Колдаев я вижу. Зато мы узнали, что Дмитрий Колдаев здесь, в резерве, находится. И в игру вступить готов, но пока не выпускают. Показывает желтую карточку. Арбитр Иван Укаре. А хотя на самом деле по правилам официальным лицам карточки арбитр не должны предъявлять. Но в ЛФЛ некая условность здесь допускается. Скажем так, для наглядности сейчас Климов показал. Но вообще судить команды, которыми руководит Дмитрий Смирнов, сложно. Это факт известный. С другой стороны, Алексей Климов, футболист, который... Прошу прощения, арбитр, который... Себя достаточно принципиальным всегда зарекомендовывал. Не знаю, я не могу оценить эпизод с падением. Конечно, для интриги хотелось бы, чтобы нарушение там было. Но здесь же вопрос не в том, чего хотелось бы, а вопрос в том, что было на самом деле. На самом деле, если нарушения не было, значит Климов не испортил. Конечно, не Алексей, а Владимир Климов. Я вот специально сейчас решил посмотреть. Да, показалось мне, что какой-то диссонанс между именем и фамилией. Действительно, Владимир Климов, арбитр восточной лиги. Кстати, в ЛФЛ здесь нет проблемы в том, что, по сути, арбитр из лиги, которая конкурирует, сборная, которая конкурирует именно с этими командами за выход из группы, обслуживает матчи. Но здесь, давайте, не будем уже совсем в дебре конспирологии забираться, потому что... Вот это тот случай, когда у арбитра нет национальности, я думаю. И достаточно того, что не обслуживают матчи условно заинтересованные арбитры, которые непосредственно лигу представляют, сборная, которая играет. Маришин ставит корпус, играет назад на Куксову, а Куксов срывает техническое действие. Мячик у него улетает за боковую линию. Ну и что, во втором тайме игры на половине поля северо-востока как таковой нет особенно. Скорее, хозяева чуть больше владеют мячом. И вот, смотрите, Медашвили играет на Шишкина. Тот грузит в штрафную, стреляет, но мяч никого не находит. Удар от ворот, от ворот Дениса Коршикова. Надо найти мяч, который улетел достаточно далеко. Денис Коршиков спешить не будет. Денис Коршиков играет в Старом Осколе за команду ЭСПЦ. Команду, которая умеет играть в тактический футбол очень хорошо. И уж что-что, а тянуть время там умеют как надо. И опять мяч у северо-востока. Пролетов вот так вот в стеночку сыграл. С Кирсановым. Хоть и не планировал. Александр Асотин, я знаю, появился на поле. А здесь гол! 1-1! И забивает капитан сборной Северо-Востока Кирилл Терентьев на 43-й минуте. И сравнивает счет. Вот она интрига. Ну, я сказать, что назревал гол не могу. А с другой стороны, мы же отмечали, что преимущество перешло к Северо-Востоку. И в итоге, может быть, оно не было таким подавляющим, да, но в итоге обернулось взятием ворот. И не потребовалось удаления от Коршикова. Ну, а сейчас едва счет не стал. 2-1 в пользу хозяев. Вот так вот сборная Запада контролировала, контролировала игру. Все было хорошо. А сейчас уже и 1-1, и Северо-Восток вполне может на победу рассчитывать. В режиме онлайн 4 очка, а Северо-Восток набирает 7. Запад, но если Северо-Восток выиграет, все закрутится с новой силой. Да и так, в общем, все три команды останутся в борьбе за выход плов. Я имею в виду и Восток, и Северо-Восток, и Запад. Все-таки сборную Юго-Востока мы немножко за скобки здесь вынесем, потому что она, безусловно, является в группе аутсайдером. Ну а Северо-Восток продолжает мяч контролировать. Теперь забегал и Запад. Михаил Меркулов, тут Медведев прессингуют. И Лихабабенко, и Ковальчук прессинг выдвигаются, но мяч пока не отобрали. Не сказать, что они не затруднили движение Северо-Востока, но Недашковский разобрался, а Пролетов зацепился. А Терентьев вот такую передачу со Шведы на Шишкина выполняет, а тот по флангу набирает, делает пас, Медведев перехватывает, но в аут мяч уходит, и из-за боковой вновь разыгрывают футболисты Северо-Востока. Ковальчук. Меркулов. Лихабабенко. На Маришина. Там цепляется Пролетов за мяч и подставляется под толчок, вызывая недоумение футболистов Запада. Ну здесь последовательный арбитр, он так разбирается в этих эпизодах. Замены двойные. У Запада Казаков и Головской вернулись на поле. А, нет, фалили-то футболисты Северо-Востока как раз, значит, у них вызывало неудовольствие. И Алексей Платухин еще меняет Дмитрий Смирнов, его меняет Сергей Харламов, может быть, под удар выходит. Да, Сергей Харламов специально под удар выпускает главный тренер сборной Запада. Ну посмотрим, Сергей Харламов вообще играл сегодня или нет, не помню я. Если играл, то с ним немножко в первом тайме. Просит он посмотреть расстояние у арбитра. Да, Владимир Климов отходит. Отодвигает стенку. Да, и на метр как минимум еще надо отойти футболистам. Но, правда, на метр они не отошли. Но хотя бы что-то. Бьет Харламов в дальний угол, Илья Ильин на месте. Мяч там куда-то в район штанги летел. Правильно делал голкипер, что ставил руки в падении. Смотрите, тоже низом, блядь, под 45. Илья Хабабенко, Маришин. Не попадает. Ильин показывает Недашковскому, что будет играть длинной передачей. Хороший пас. Здесь получится у Медашвили зацепиться. Получается. Он скидывает Пролетову. Пролетов бьет. И совсем немножко не попадает. Ну, не попадает достаточно прилично. Но момент. Опять моменты. Опять у ворот сборной Запада. Евгений Романов, я вижу, готовится на поле вернуться. Заменит он, конечно, Маришина. Потому что это по позиции два левых защитника. Медведев. Куксов. Ошибли сейчас Северо-Востока. Подарили мяч Куксову. И пробил он под такой нервный крик, нервический крик Ивана Карра. Нельзя. Действительно нельзя давать вот такие моменты. И самое обидное будет для Северо-Востока уступить, если команда при хорошей игре просто подарит гол сопернику. Конечно, этого надо было бы избежать. Через пас пытается выйти сборная Запада. Но Конатин Казаков ошибается в передаче. Играя на Харламова. Ну и вот Евгений Романов вместо Евгения Маришина появляется на поле. 12 минут до конца основного времени. Наверное, что-то добавит Владимир Климов. Наверное. Много ли? Сомнительно. Коршиков поторапливается потихонечку. Семенит перед мячом и играет направо Казакову. Ну а какой здесь был выбор? Медведев. Романов. Куксов. На Медведева. Здесь Недашковский в подкате. Мяч на угловой отправляет. И Лиховавенко уже бегом направляется подавать. Романов заживал сейчас удар. Хотя открылся-то хорошо. Правда, еще один угловой будет. Михаилу Шишкину пришлось отправить мяч за лицевую, чтобы его не забрал Валерий Лиховавенко. Теперь подача на угол штрафной, где Харламов стреляет. Это всегда опасно. И вот Головской подставлял ногу там на пятачке. Мяч у Ильина. Пролетов. Шишкин. Классно играет Шишкин. Обыгрывает Лиховавенко. Запускает Кирсанова. Тот ставит корпус. Разворачивается. Стреляет! Медашвили. Шишкин срывает удар. Сейчас Кирилл Терентьев даже мяч достанет. Правда, к лучшему или нет. Но в итоге у Запада будет владение. Но вот опять отличная атака. Северо-Восток. Пусть удар не получился у Михаила Шишкина завершающий. Но сыгран-то все было здорово. Сергей Фаустов возвращается в игру вместо Алексея Медведева. Вот забавно, да? Валерий Лиховавенко по ходу игры шапку снял. А Фаустов надел. Ну, наверное, потому что холодновато стоять на скамейке запасных. Около скамейки запасных. Ну и в итоге, чтобы не простыть, форвард. Главной убор надел. Здесь Валерий Лиховавенко пытался добраться до мяча. Но даже если бы это случилось, я думаю, что был бы его фолл на Кирилле Кирсанове. Зафиксирован. Требует играть без потери. Руководство сборной Северо-Востока. Но это не так просто против такого соперника. Но в любом случае, вот если первый тайм был полностью под диктовку сборной Запада, ну как, не слишком такую тиранию не назовешь, да, то, что Запад делал. Но игру полностью контролировал. То во втором тайме гораздо ближе к тому, чтобы игра была под контролем у Северо-Востока. На самом деле, все может как угодно здесь завершиться. Но уже отрадно, что здесь в отрадном интрига живет в полный рост. Не спешит Илья Ильин, а зачем здесь еще раз повторюсь, синица в руках, это тоже немаловажно. Не знаю, слышали вы или нет, что сейчас покричал Дмитрий Смирнов, но я подскажу. Он потребовал играть в короткий и средний пас, а длинную передачу использует только, когда нужно отдать кому-то свободную зону на рывок. Ну вот Лихобабенко грузит на Фаустова. Правда, удачно Фаустов разворачивается и бьет. Все так просто, но и не слишком удачно, не слишком сильным. Получился удар и ни к чему это не привело. Шишкин вынужден нести мяч куда подальше. Ну и получается удача, так тут еще и Медашвили зацепится за передачу Куконоса. Медашвили! Но Казаков отработал одному, тяжело было Медашвили против всех. Колдаев, похоже, так и не выйдет на поле. 7 минут всего остается до конца основного времени. Думаю, рискну предположить, что следующий гол будет решать. Еще, еще, еще. Особенно, если его забьет Запад. Ошибается Недашковский. Потихонечку начинают гости играть в навал. Медашвили, нет, здесь Куксов и ему помогает Романов. Корщиков. Романов снова. Берите, 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 говорю! И уже до иступления доходит Дмитрий Смирнов в требовании играть покороче, но его подопечные пока это не выполняют. Более того, еще и штрафной здесь случился. И, по-моему, Владимир Климов показал. Да, желтую карточку показал Евгению Романову. Сейчас, на 54-й минуте, первое предупреждение в этом матче. Но главное не это. Главное, что опасный штрафной сейчас будет. У мяча Пролётов под правую и Куконос, по-моему, под левую. Да. Ну и уже Пролётов отходит от мяча. Отошел, бить будет Куконос. Или будет скатывать как раз на Пролётову. Посмотрим. Опасно. Здесь удар, который в подачу, по сути, превратился. И там подправлял головой. Сейчас мяч Александра Сотин. Но акцентированно не попал. И из-за этого гола не состоялось. Денис Коршиков, не спеша, но потому что замены произошли. Ну вот крики Дмитрия Смирнова показывают, что, наверное, во втором тайме план Северо-Востока сработал. Куксов. Фаустов. Медашвили. Куксов. Удар и очень неприятный. Не видел момента удара Ильины. Мяч вылетал из скопления игроков. Да ещё и вихлял там в воздухе. Но всё-таки недостаточно. Он вилял, чтобы дезориентировать голкипера. Забрал мяч. Ротарь. Сборная Северо-Востока. Эншпиль. Эншпиль у нас. В третьем туре. Круповой этап турнира сборных. Очень важный матч. И здесь нарушение правил. Владимир Климов фиксирует у Лаши Медашвили. Фолл в атаке. И Медашвили поле покидает. Замена. Вместо него Игорь Фомич, наверное, вернётся сейчас на поле. Да. Десятый номер. Северо-Востока. Меркулов хорошо увидел подключение Романова. Но там сразу двое мешали этой передаче. И в итоге Терентьев мяч перехватил. Осотин. Ильин ему так рискованный пас даёт. Но Осотин обработал мяч. Попов под прессинг Романова сыграл вперёд. Но здесь Константин Казаков на перехвате. Сергей Харламов. А это Фолл. Здесь опередил Михаил Шишкин Головского. Ну и получилось, что запнулся об его ногу. Штрафной удар. И очередные замены. Сейчас все всё время делают замены. Алексей Медведев. Узборный Запада возвращается на поле. И почему-то все делают замены на чужом мяче. Что тоже, в принципе, понятно. Чтобы максимально замедлить атаки соперника. Меркулов. Синица в руках есть и у Запада тоже. Команда завершит групповой этап на первом месте. Если дело закончится ничьей, гарантированно на первом месте. На единоличном первом месте. Запад будет первым, даже если в один мяч проиграет. Но тогда в теории могут три команды по шесть очков набрать. Но вернее, если Юго-Восток выиграет вдруг у Востока, а Запад проиграет Северо-Восток, то Северо-Восток возглавит группу по личной встрече с Западом. Ну, знаете, это уже совсем эфемерные расклады. Здесь посмотрим, что выйдет, и тогда и посчитаем. Все. Коршаков играет с голосом. Фолла-то не было. Мяч летел в ворота. Куксов вынес с линии. Не то чтобы прям совсем голевой момент, но тем не менее. На Харламова играет Куксов. Харламов легко обыгрывает Кирилла Терентьева. Там дорабатывает Асоти, но Харламов делает длинную передачу. Да, Медведев мяч не доходит. Бросает Ильин. Ильин не поверил, Фомич, что Романов и Казаков сейчас мяч пропустят. До Головского не доходит передача. И Асотин в подкате мяч выбивает за боковую. Романов. Меркулов. Голоской. Судороги Северо-Востока, если он хочет удержать, ничейный счет надо исключить в своей штрафной. Это все в пользу Запада. Но очередную атаку с грехом пополам хозяева отбили. И свой контр-выпад разворачивает, может быть, опасный Игорь Фомич с мячом на углу штрафной. На входе в нее против Романова не рискует этим обыгрыш. Ждет партнеров. Играет в центр. Здесь Стерентьев. На Михаила Шишкина. Шишкин между ног просовывает мяч Харламову. В центр штрафной. По мяч. Скидка. Удар. Удар Асотина. Заблокирован. Очень опасно. Последняя минута идет основного времени. Последняя минута основного времени. Куконос. Зацепиться не удалось. Харламов через Головского. Здесь Казаков. Романов. Куксов. Головской. Снова Головской. Меркулов головой от ворот. Посмотрит Владимир Климов на часы. Ирия Ильин не спешит. Пытается выяснить Артем Смирнов. Председатель Терентьевского штаба сборной Запада. Сколько времени добавлено. Нет информации от Владимира Климова. Но свиска он не дает пока. Сборная Северо-Востока в атаке. Успеет Терентьев? Практически. Успеть успел. Мяч сохранить не удалось. На чужой плане пользы. Зато на своей. Сейчас Ильин не спешит. Будет ждать пока Медведев к нему добежит. Медведев добегает. Бросает руку Ильин. Увидев, что открыт Осотин. Осотин хорошо вошел во втором тайме. Угловой зарабатывает. Пытался заработать угловой. И получилось. Ну что, последний шанс у Северо-Востока выиграть эту встречу. И будет ли еще ответ у Запада. Шишкин издаль бьет на удачу. Едва на контратаку не нарвались. Куксов. Медведев цепляется. Меркулов. Есть справа Харламов. Отдает на голос Меркулов. Харламов бьет. Рикошет. Ильин уже лежал, но мяч ему в руки приходит. А здесь Фомич. На встречных курсах у нас пошла игра в добавленное время. Тем интересней. С под ноги у него Харламов мяч убивает. И за боковой будет Куканос бросать. Осотин. Штрафной. Выжимают его потихонечку. Но не своевременно. Не приняли его вовремя. И в итоге... В итоге едва не прострелил полузащитник сборной Северо-Востока. Ну а свисток Владимира Клима фиксирует ничейный исход. Который может быть и не устроил там Запад в полной мере. Да и Северо-Восток. Небольшие сожаления может испытывать, что не выиграл. Но так или иначе для всех все закончилось не так уж плохо. 1-1 на гол. Алексей Медведев забит на 21 минуте на 43 ответил Кирилл Терентьев. Ну и на этом будем завершать наш репортаж. Для вас работали комментатор Александр Сидов, оператор Сергей Меняев и режиссер трансляции Борислав Головин. Спасибо, что были с нами. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.